Итак, нужен ли сегодня в театре всесторонне развитый актер-человек или просто профессиональная марионетка? Не каждый театр готов осознать свою первостепенную миссию. Театр отражения реальности. Быть или казаться. Стать мистерией и быть. Это испытание и посвящение актера и зрителя в мир духовных ценностей, где в первых рядах, как жрецы, мудрые, честные, грамотные и профессиональные. Быть просто профессиональным актером слишком мало для любого времени. Нужна энергия, здоровье, сияние души. Для режиссера эксплуатировать личные качества актеров просто и удобно. Но тогда нет мистерии. Есть просто рядовой спектакль, просто мастерство актера и текст автора пьесы. Актер после такого спектакля будет искать возможность сняться в рекламе или в сериалах кино, чтобы заработать денег. Потом казаться, но не быть. Никто не может заставить человека быть лучше, совершеннее, кроме его собственного осознания. Творчество – это один из путей духовного роста. Работа над собой, работа актера в театре – это лишь профессия. Человек, актер может стать мастером жизни. Мы говорим, что жест должен быть наполнен. Любой жест должен быть наполнен. Для чего? То есть, если вы делаете вот так просто руку, она как бы не имеет смысла, то есть она несет информацию. Если я вношу это определенное отношение, то человек, более того, когда я делаю какое-то движение, и я передаю его другой части тела, у меня внутренне формируется как бы диалог с самим собой. То есть, вот я делаю движение, и я начинаю понимать, что это. Когда я просто двигаюсь, я не понимаю, что это, я даже не понимаю, зачем я это делаю. Понятно? То есть, грубо говоря, основная задача, чтобы вы, когда будете двигаться, вы должны двигаться наполненно. Тогда вы будете слышать свое движение, и это движение могут услышать другие. Больше здесь ничего не нужно. Вот вы сейчас встанете так же по четверкам. Ведущий будет делать движение, вы будете его повторять, и потом передавать. Но, соответственно, вы уже занимаетесь давно, вы уже начинаете дополнять друг друга в пространстве, и в конечном результате вы должны прийти к общему знаменателю. Сразу мы начинаем дополнять. Сначала почему? Сразу. Нет, у четверки все равно идет повторение. Так. Внутри четверки идет повторение предыдущего. Между четверками дополнение в пространстве. Я просмотрел очень много видеоматериалов, связанных и с вами, и с предыдущими. Основная проблема в том, что люди двигаются интересные, но мертвые. То есть, я еще раз говорю, быть здесь и теперь, значит полностью присутствовать в своем внутреннем ощущении себя, и за счет этого вы чувствуете мир вокруг себя. Если вы просто двигаетесь, то вы реагируете как зомби. То есть, да, что-то там мелькнуло, я так и сделал тоже приблизительно, и он сделал мне так же. И вот таким образом идут диалоги. На самом деле это неправильно. Поэтому можно двигаться мало, но осмысленность. Вот у вас уже получалось на одном занятии, поэтому надо сделать так. Хорошо? Да? Ага. Если непонятно, спросите. Не то, что непонятно, но мы с вами как-то на одном занятии говорили о том, что если я, может быть, не думаю, да, вот я делаю движение, зачем я его делаю? Я не знаю, я так чувствую, я делаю это движение. В чем разница? Я объясню. Я чувствую бездумно и думаю без чувств. Три компонента должно соединяться обязательно. Обязательно три. Воля, чувство и разум. Чувство должно быть осознанным. Понимаете? Грубо говоря, если я не понимаю и просто вот так иду открыто, у меня будут сидеть машины. Если я понимаю, что я нахожусь в агрессивной среде, соответственно, я двигаюсь так же. А потом, ну как, я уже говорил, что чувство, когда человек переполняет чувство, он расплывается вот так вот или там гибает. Если он очень умный, он тоже как бы такой тупой становится, болевой и тупой. Должно быть очень четкое равновесие между волей и чувствами и разумом. А любовь-то тоже разум? Это отдельная тема. Это все вместе. Он говорит, есть на эту тему много трактатов, поэтому как-нибудь специально поговорим, если будет интересно. Понятно, да? Ну все, давайте. Без любви вообще ничего не будет. Это приятно. Ну все будет. Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я в шоу, что просто нет. Нет, на упражнениях можно это делать, но просто умейте в виду. Да, да, да. Вообще, осознание того, что ты понимаешь или не понимаешь, ты тоже должен выразить в чём-то, в форме какой-то. Я должен руководить со сыном, и не ответ я, наверное. Что мне не понравилось, всё то, что вы делали. Вы в прямом смысле начинаете руководить действием. Понимаете? Мы же работаем над выработкой интуитивных ощущений внутреннего понимания друг друга, а не то, что из нас формируются сразу актёры и режиссёры, выделяющиеся. Тем более диктаторы такие. Это не зашли. Да, нет. Потом, смотри, вот люди, которые здесь уже сели, и вы как бы бросили всю ситуацию, всех остальных. Понимаете? Нет, мы видели, что ты что-то здесь делаешь, но мы не знаем, как их связать с собой. Но я ещё раз объясню. Вы должны держать состояние. Если вы удерживаете состояние до конца вот всего, вы увеличиваете диапазон своего внимания в тысячу раз. у вас клетки там вырастают сразу, понимаете, в голове. А так вы как обычные люди. Ну, кончил и спишь. Не спишь, понимаешь? Надо же обязательно как-то почувствовать, что все остальные делают. Это единое пространство, это единый организм, его нужно... У вас камера снимает ваш саду. Вы руководите всех саду. Ага, у неё хорошее детство. Есть какие-то вопросы? Подойдите ближе, 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 ближе. Мне очень важно, чтобы вы понимали то, что мы делаем. Понимаете? Валерий Петрович, этот вопрос уже сотни раз, да? Это же не вопрос, а пояснили. Да, пожалуйста. Приди во всех предстоящих. Элементарно. Если человек повернулся и стал первым, фактически, этот человек автоматом становится ведущим. Я правильно? Да. У нас вы видите. Давайте... Нет, здесь такой момент есть. Вот, скажем, допустим, ведущим может быть тот, кто знает. Вот, скажем, если, допустим, вы работаете вот так, 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 то я ведущий, вы за мной увидите, да? Но если я вдруг пошёл, то вы в пространстве идёте за мной до тех пор, пока я не закончу свою мысль. Я закончил мысль относительно других, тогда всё произошло. И вот мне к вам вопрос ещё раз напомнить, как вас зовут. Да. Валентин, да? Вот когда вы там двигались, вы что смеёте? Да. Вы свою же? Нет. Вы точно двигались по дополнению друг друга или просто сами по себе? Конечно. Когда была ведущая здесь? Вы двигались интересно, хорошо, но вы дополняли друг друга? Импровизации из неопределённости вырабатывают особое мышление у актёра. Видеть, а не смотреть. Слышать, а не слушать. Мысли, действия, понимать, что значит душа, совесть, этика. Быть адекватным. Быть здесь и теперь. Психопластика включает в себя многообразие переживаний, которые содержат важный материал бессознательный, проявляющийся в скрытой форме символической маскировки защитных искажений и метафизических намёков. Играет музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...